всем добрый день делаю небольшой обзор на сегодняшнюю работу сейчас у нас в работе будет юбка вот с таким разрывом будем ее штуковать то есть сейчас перед тем как штуковать я вырежу клеевую долевая нить в клеевой который мы будем подставлять вниз приклеивать будет идти по длине разрыва разреза дальше видео все положу будем приклеивать все с изнаночной стороны подбирать нитки в цвет и с лицевой стороны все штуковать все лишние нитки вот которые вот здесь вот это не у нас вы тут вылазит ой так неудобно в камеру смотреть вот они которые вот это вот все вылазит и сейчас еще раз пройду обрежу лишние чтобы у нас ничего из под строчки не вылазило не мешало все будем приклеивать и начинать работать видео в полном объеме со штуковка будет выложена вырезала я клеевую для для дублирования нашего порыва сейчас я буду середину наши полосочки накладывать на место разрыва чтобы у нас получилось одинаково ширина чтобы шла клеевой от сторон разрыва и по высоте получилось где-то вот так мы захватываем хорошую хорошую чистую целую ткань то есть это будет все вот так у дублироваться клеевой на таком уровне а строчка будет выходить где-то ну на сантиметр от места от конца места разрыва все сейчас приклеиваю и работаем дальше приклеиваем нашу клеевую хорошо запариваем не так никуда не торопимся чтобы клей весь хорошо взялся вот пару утюга хотите можете дополнительно увлажнить усиленно не нужно чем сильнее увлажните тем дольше вам придется все это сушить так вот наш пар для того чтобы клей хорошо схватился я сверху выкладываю такую свою подушечку красавица какая она у меня перетянула ее так вот сейчас пока клей у меня весь остывает я пойду заправлю машинку подберу нитки заправлю машинку и потом уже будем все это убирать и начинать штуковать а намечать сначала перед тем как штуковать мы с лицевой стороны наметим наши границы штуковки все приклеилась наша вот клеевая его вернула уже ее на лицо вот она она у нас все остыла под подушечкой остыла все так смотрите сейчас подобрала нитки из массы не так что у нас под джинсу идут вот еле-еле подобрала вот этот тон в общем смотрите как мы подбираем нитки в два в три сложения складывайте нитку но тут сейчас немножко телефон будет цвет менять поэтому будет казаться что нитка не подходит смотрите вообще как всегда в два в три сложения складывайте нитку и под натяжением и и как бы вот ну вдавливаете как это будет у вас все смотреться вот по тому объему то что я сейчас перебрала вы подошли 401 номер до 401 номер нитки door так работают только имя в редком исключении если у меня нет какого-то подходящего цвета я немножко стала так переходить еще на бистекс нитки ну в малом количестве не мне используется в основном работаю door таком все вот сейчас подобрала пойду на машинку что еще хочу сказать вот смотрите вот мы как будем сейчас накладывать нашу машину и вот эту штопку так как у нас идет разрыв под яга по долевой нити мы сейчас сначала пройдем два-три раза вот так вот зигзагом как бы но почаще буду уложить сейчас будет все видео будете видеть вот сначала мы скрепляем как бы место разрыва до забиваю вот это вот чтобы она у нас никуда не делась а потом мы будем накладывать основную уже штуковку вот по направлению долевой нити чтобы у нас вот эта нитка она как бы вдавилась именно вот в ткань почему говорю мы вот так проверяем не по диагонали не как мы здесь понимаете потому что идет лицевая сторона и вот это вот такой вот диагональную какую-то штопку мы не можем сделать штуковку вот располагаем именно по долевой сначала скрепляем вот так поперек два-три раза пройдем чтобы нам удержать вот это все и потом уже окончательно делаем вот долевую потому что это идет лицевая сторона все и мы бьем уже по направлению нити намечу сейчас границы нашей штуковки то есть это у нас пойдет где-то на сантиметр с одной стороны сантиметра с другой мыльцам намечаем и на сантиметр вот сверху границу то есть у нас пойдет вот такая полосочка вот наметили мы нашу рамочку границы наши штуковки вот от начала и вот и до конца так теперь свинники заправила теперь начинаем штуковать вот у нас идет наше место конец разрыва мы начинаем как бы штуковать от него и сейчас вот так вот вот таким вот зигзагом сильно большое расстояние между строчками не делаете я сейчас вот так вот буду проходить вот от начала до конца два или три раза я вот так пройду все скреплю а потом уже начнем итоговую штуковку вот так вот юбку развернем и начнем штуковать уже вот по направлению долевой нити все девочки начинаем сильная не как говорится не газуйте потихоньку потихоньку длину стежка ставлю на тройку вот и говорит как это вот она это лапочка у нас вот с помощью нее туда-сюда мы работаем те кто новенькие те кто не знает потому что очень много а вот особенно в тик токе я начинала все это выкладывать все люди вообще говорят мы даже не знали что это возможно отремонтировать да все ремонтируется поэтому сейчас очень много будет подписчиков из тик тока я написала там будут переходить сюда так что вот не теряемся продолжаем работать все мои хорошие начинаем когда начинаем делать штуковку вот эту нитку вот то что у нас сейчас будет она да два три колка сделаете можете отрезать все уже процесс пойдет у строчки ничего не распустится у нас все начинаем потихонечку тянем тянем как бы на себя вот так вот в сторону и поправляйте периодически поправляйте потому что равно перетягивается вот начинаем вот так вот стягивать ну где-то миллиметра на один на два выше нашего порыва вот так туда-сюда вот вот так заходим уже на чистую ткань пусть мы все закрепляем и вот 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 Продолжение следует... Так, вот где у нас сейчас идет вот эта дырка, вот на этих юбках, да, вот они, супермодные. Здесь вот мы сейчас сделаем хорошую закрепку и пойдем в обратную сторону. Или я сейчас посмотрю, как она будет перетягиваться, потому что все-таки тут мне не за что хватать. Я, наверное, все-таки тут сейчас прервусь и опять начну отсюда, от начала, и опять пойдем вот в эту сторону. Потому что когда идет, например, полноценная там, например, штанина, да, я могу туда-сюда ее, потому что есть за что ухватиться. Тут вот ухватиться не за что, тут дырка у нее на краю. Сейчас, сейчас попробуем. Не, не, уходит ткань. Давайте сейчас заново с той стороны пойдем. Закрепочку поставим. Уже берем вот чуть подальше от начала разрыва. Вторую строчку уже берем чуть выше. Закрепку ставим. Закрепочку поставим. сейчас третий раз еще пройдем и все уже будем забивать по долевой нити а Продолжение следует... 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 Ну что такое? Сейчас поправлю нитку в челноке. Капризничает сегодня челнок. Так вот здесь мне надо чуть подправить. Получилось как чуть-чуть не захвачено. Капризничает сегодня. 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 По всем желанию она у нее уже не порвется. Капризничает сегодня. Капризничает сегодня. Капризничает сегодня. Капризничает сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Вот у нас осталось немного... Вот одно место... Не видно, да? Вот еще одно место... Сейчас я в обратную сторону вернусь... Вот здесь вот еще сейчас чуть-чуть... Вот уже выборочно смотрим, где у нас видно нитки белые... Все, там уже подзабиваю... Вот так... Все... Сейчас идем на утюг... Отпариваем... И все, юбочка наша готова... Вот так... Вот... Вот наша штуковка... В итоге... Конечно, нитки немножко темноваты... Ну... Все, что могла, подобрала вообще... Здесь идет у нас с одной стороны светлая вот джинса... Здесь темней... Тут даже не знаю, что подбирают... Ну вот из всех ниток... Ниток из того многообразия, что у меня есть... Вот эти самые... Более-менее легли... А то ложатся или сильно светлые, или сильно темные... Ну... Вот так вот у нас сегодня такой ремонт...